Привет всем, как вы? Как ваше творчество поживает? Надеюсь, что все замечательно. Сегодня мы поговорим о том, что писатели могут взять себе на заметку из серии игр Dark Souls. Мы поговорим о пяти элементах данной игры, благодаря которым Dark Souls интересна не только как хардкорная игра, но и в плане стори-теллинга. Хоть в отличие от большинства игр в Dark Souls нам не подают сытным обедом всю историю на тарелке, пытливые умы могут ее по чайной ложечке узнать из описания различных предметов и разговоров с персонажами. Эти маленькие кусочки различных историй объединяются вместе, раскрывая отдельные истории, которые, в свою очередь, переплетаясь вместе, раскрывают игроку историю данного мира. Говоря об историях, невозможно упустить из виду их участников. Эта серия игр славится своими разношерстными персонажами. От трагичного неудавшегося героя Арториаса с его верной волчицей Сив, до добродушных веселых рыцарей Катарины Сигварда и Зигмайера. Оставшихся воинов, присутствующих в каждой части, до воинов, стремящихся исполнить свою миссию, несмотря ни на что. От преданного солнечного Солера до хитрого и не особо заслуживающего доверия Лоскутика. Хоть данная игра и не особо об установлении отношений между персонажами, с некоторыми из них все же устанавливается невольно связь, привязываешься к ним, и волей-неволей в конце квеста становится немного грустно с ними расставаться. Хотите ощущение одиночества, безысходности и фатализма? Тогда вы пришли по адресу, ведь мир темных душ передает именно такую атмосферу, дух умирающего мира, который все же единицы выживших в относительно здравом уме пытаются спасти. Но тут вопрос уже в другом. А действуют ли они этому миру на благо таким образом? Или все же нет? Ответ на этот вопрос среди многих был развенчан любителями теорий. Тем не менее, хоть третья игра серии предположительно считается последней частью Dark Souls, многие вопросы так и остались неотвеченными. Например, из злободневных «Кто такая Велка?» Каковы были ее истинные мотивы? Жива она до сих пор или уже давно умерла? Возможно, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Но может это и к лучшему. Ну и нельзя, конечно, забывать и про символизм, присущий играм серии. Ведь по сути, темные души, как никакая другая игра, являются отличной метафорой нашей стандартной, обычной, абсолютно реалистичной жизни, а также отображением депрессии. У каждого из нас в жизни на пути выступают преграды и... у нас всегда есть выбор. Сдаться или, несмотря на неудачи и провалы, идти вперед, добиваясь своей цели. Под действием депрессии задуматься, словно Гамлет, быть или не быть, выбирая каждый раз один из ответов на данный вопрос. В игре же это представлено в виде всем известных сражений с боссами. Пойдешь ли ты в энный раз убивать босса, преодолевая препятствия, или сдашься, став удрученным воином или даже полом? Вот как-то так. Надеюсь, это видео было полезным, и никто из нас не будет забывать о данных элементах сторителлинга, которые привлекают читателя, зрителя, ну и в данном случае игрока к представленной истории. Ведь довольно часто то, что не лежит на поверхности, более интересно, чем легкодоступная информация. На этом я с вами прощаюсь. Если понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайк и пишем комментарии. До новых встреч и творческих успехов, ребят. Пока.